Здравствуйте! Нам сказано, что Рома и Света бегут кросс. Рома пробегает 3 км за 17 минут. Вот эта строка говорит об этом. Рома пробегает за 17 минут 3 км, а Света пробегает 5 км за 29 минут. И мы видим это вот здесь. В таблицах ниже показаны данные расстояния, которые пробегают Рома и Света за определенное время. Кто бежит с большей скоростью, Рома или Света? Тяжело сравнивать скорости, которые соответствуют 3 км за 17 минут и 5 км за 29 минут. Нам нужно найти строку в этих таблицах, в которой отношение времени к расстоянию легко сравнить. И легче всего сравнивать отношения, дроби, у которых числители или знаменатели равны. Давайте найдем строки, в которых или числители, или знаменатели равны. Вот эти две строки. Роме требуется 85 минут для того, чтобы пробежать 15 км, а Свете требуется 87 минут для того, чтобы пробежать 15 км. Значит, для того, чтобы пробежать 15 км, у Света уйдет на 2 минуты больше времени. Света бежит немного медленнее Рома. Выбираем ответ. Рома бежит с большей скоростью. Давайте проверим наш ответ. Все верно. Выполним еще одно задание. Таблица ниже содержит отношения, равнозначные 0,09. Вы ведь помните, что отношения можно записывать и в виде обыкновенной дроби. Вторая же таблица содержит отношения, равнозначные 0,09. И у нас спрашивают, какое отношение больше, 0,09 или 0,09. Эти два отношения легко сравнить и без этих таблиц. Можно числитель и знаменатель дроби 0,09 умножить на 10. В итоге мы получим дробь 0,09. И сравним 0,09 и 0,09, мы увидим, что 0,09 меньше 0,09. И можно сказать, что 0,09 больше, чем 0,09. Но есть и другой метод решения. Не зря же нам даны эти таблицы. Нам нужно найти строки, в которых числители или знаменатели дробей равны. И мы видим, что 0,09 – это то же самое, что и 0,455. А 0,99 – это то же самое, что и 0,495. Перед нами две дроби с одинаковыми знаменателем. Но числитель этой дроби больше. 495 больше, чем 0,450. И мы делаем вывод, что 0,99 больше, чем 0,09. Проверим наш ответ. Да, все верно. На этом все. До скорых встреч! Поехали. Продолжение следует...